Всем привет! После видео как сделать шлем легионера ну решил, может кому-то интересно будет как вот одежду легионера сделать уже полностью и вот такой вариант есть вот пока вот это все набросок, заготовка с чего начать? давайте возьмем сначала, если модель ваша вы ее вылепили там допустим, ну, какой-то мультяшный или может персонаж какой-то необычный то уже понятно, будете работать с его, короче, анатомией с его внешним видом ну допустим, давайте начнем делать вот такого вот легионера с готового уже тула открываем тул, находим вот такой стандартный тул есть в The Brush можно, конечно, многие еще скачать я об этом уже говорил и давайте полностью с ним попробуем работать удалим, что нам не надо пусть подставки будут наши уже глаза можно сразу объединить с головой пусть голову, лицо мы менять не будем а если будем, то мы тупо ее обрежем и подставим другую так что давайте это все объединим чтобы они здесь не занимали место и добавим дивайдов и посмотрим, что у нас тут с сеткой вы видите, что модель у нас разбита по полигруппам в принципе это нам сейчас не надо потому что если мы захотим опять эту модель взять мы ее возьмем уже и с полигруппами заменим вот эту, которая будет без полигрупп так, что теперь можно сделать давайте первым делом займемся ну, наверное, майкой а потом уже посмотрим, как юбку сделать ему и пройдемся по щиткам добавим дивайдов включим маску включим симметрию X вот вы видите, симметрия включена и посмотрим, как это все сделать вот так мы рисуем майка у легионера сюда не заходит она просто держит доспехи поэтому майку делаем вот так вот ни до шеи, ни до конца уменьшаем дроссайс и внимательно смотрите вот на эти части вот где будет у него подмышки вот так вот еще раз просматриваем смотрим, чтобы все было нормально где-то можно уменьшить еще дорисовать ну, в принципе, вот нормально теперь заходим, делаем экстракт кстати, это мы будем делать экстрактом вот вы видите, что вверха чуть-чуть залезли давайте посмотрим вот так вот толщину теперь так, толщина майки большеватая можно чуть-чуть ее уменьшить сильно тонкую не делайте, потому что она у них все равно теплая летняя, зимняя ну, в принципе, пойдет вот такая вот нажмем ацепт все, переключаемся вот такая майка у нас вышла теперь смотрите у нее разные полигруппы мы опять эту как объединяем делаем ctrl w для чего? чтобы когда мы будем уже вдруг там подрезать где-то что-то вот эти вот части которые можно будет убрать которые закроются можно их будет выделить и убрать хотя потом покажу давайте сразу теперь сделаем с этой модели юбку я уже показывал как варианты делать юбку давайте экстрактом сделаем по-быстрому все нормально будет откроем сферу переключимся на нее нажмем геометр resize давайте все это дело вот так вот уменьшим вот так и теперь переключимся на мофт опологи я люблю эту кисть кстати работаю только с ней и жмем x и вот юбка будет доходить ну, чуть не до вставая колено поэтому давайте все это дело вот так вот подкорректируем сразу вот так вот посмотрим бока где-то можно выше поднять это потом можно будет обрезать вот ну, общий вид есть так, теперь мы вот этой модели которую прилепили делаем дайном с смотрим сетку жмем ctrl w и еще раз нажмем дайном с жмем ctrl d все в принципе нам этого достаточно даже можно еще дивайдов прибавить не бойтесь кстати прибавлять мы потом ее удалим и давайте теперь зайдем в саптулы посмотрим все все так не так и опять давайте поработаем маскированием вот так все это дело сделаем слишком низко не заходите потому что потом чтобы обрезать меньше было и вот так вот все это дело мы закрасим можно так чуть-чуть пояс даже приподнять ну вот в принципе что-то такое получилось давайте экстракт посмотрим ну в принципе пойдет делаем ацепт переключаемся на нашу модель и снимаем выделение вот эту модель по которой мы рисовали можно уже удалить вот такая получилась это не беда мы сейчас ее подгоним и будет все нормально нажмем стайл чуть-чуть уменьшим переключимся на опять же мофт опологи и вот так вот ее подкорректируем вот такая юбка у нас вышла теперь давайте включим майку и вот такой у нас внешний вид майка заходит за юбку все здесь потом можно сделать складки текстуры все вот это все что нам надо по одежде так же все это можно выгладить ну в принципе основа нормальная все пойдет все можно выгладить вы видите что все нормально кстати трусы ему еще надо сделать смущает пацан так вот что-то такое как теперь делать щитки нижнюю часть обуви мы потом отдельное видео снимем сниму так шлем уже в принципе у нас есть ну теперь надо щитки сделать щитки можно делать несколькими способами так мы вот эти отключим саптула и будем работать опять же только с этим так опять же можно прибавить дивайдов побольше и работать маскированием вот так сделать какую-то деталь и потом ее и потом ее обрезать можно также работать я уже рассказывал с цилиндрами сделать отдельно саптул и потом с этим саптулом уже работать допустим включаем наш цилиндр уменьшаем его и теперь заходим инициалайз переключаем его на x делаем уже вот так вот пустоту вот пустоту даже можно сделать стенки потоньше не беда так вот так где-то делаем и в принципе добавив дивайдов вот с этой моделью можно будет потом работать со щитками делаем мейк полимеш находим нашу модель и добавляем сюда вот эту вот нашу заготовку так теперь переключимся на заготовку и вот потихоньку это все дело уменьшим тут теперь надо ее будет найти где наша основная модель вот так и вот теперь можно кстати включить рубашку вот так на нее даже переключиться посмотреть как она сидит и уже потом работать с цилиндром еще его уменьшить вывести его на плечо и уже тут крутим вертим вот так вот можно его чуть-чуть даже сплюснуть вот таким образом и уменьшить взять можно вот эту часть вот так поставим ctrl shift включаем обрезку и вот так можно сделать заготовку заготовка у нас готова смотрим как она прилегает где-то можно использовать опять же мофт оположи чуть-чуть вот так подогнуть вот вот так где-то вытянуть чуть-чуть кверху и все потом будем ее дальше корректировать и вот теперь надо делать дубликаты дубликат переключаемся на мов и вот так вот вытягиваем каждая последующая чуть-чуть выпирает вы видите вот как все это сделано так что можно теперь ее чуть-чуть вот так увеличить загибать можно с помощью опять же маски вот так вот а ротации уже работать вот таким образом или можно даже это все дело потом обрезать уже после того как все части вы уже установите чуть-чуть вот подкорректировать вот так также можно мофт аполоджи вот это все дело подогнуть и подкорректировать вот так вот опять делаем дубликат дубликат только уже вот этой модели с которой мы работаем делаем дубликат дубликат и опять повторяем ту же самую операцию вот так вот и еще раз делаем дубликат и еще раз ее вытянем в принципе вот такие щитки получились но теперь тут в чем весь вопрос что один должен быть длиннее другого плюс корректировка их не забывайте и вот так все это дело стыкуется на картинке у нас если вам точно прям надо сделать как по картинке вот считайте раз два три четыре потом идет щиток грудной и потом вот эта верхняя часть где будет крепиться плащ уже так смотрим слишком они близко можно их потом в процессе уже вот так вот порастянуть какой-то сделать ближе какой-то дальше потом все это дело подкорректируется еще вот такие щитки так что теперь переключаемся на основную нашу модель и давайте теперь сделаем центральный щиток зеркальтируем Так, ну вот что-то такое пока набросаем, и вот здесь вот чуть-чуть можно сразу вот так вот подкорректировать, он здесь округленный, где-то можно потом подправить, чуть-четче сделать линии вот эти, у кого как будет получаться. Так, жмем экстракт, ага, не так, не подходит, отменяем. Почему отменили? Что если вы потом будете разрезать, то все равно можно вот это дело все объединить. Если вы тут потом будете разрез уже отдельно делать, то тогда вот так вот делаем, вот у нас получается щиток. Делаем аппенд, переключаемся на него, и теперь вот с ним можно поработать таким макаром, опять же обрезкой. Сначала ставим вот эту обрезку. вот такой вид у него получается. И теперь можно Mirror and Well, Modified Apology, Mirror and Well. Здесь также можно потом все подкорректировать, но уже вот этим, вот этой резкой. Почему? Потому что она все, что попадает, в нее оставляет, а то, что не попадает, она это дело удаляет. И вот теперь давайте все это дело включим, все саптулы. И прибавим объем вот этому нашему щитку с помощью деформации. Так, посмотрим, какие у него полигруппы сейчас. Делаем одну полигруппу. И давайте инфлаттен. Вот так инфлаттеном это все дело сделаем побольше. Теперь переключимся на наши вот эти саптулы, на щитки. И давайте еще один добавим, уже большой сделаем. Центральный наш, вот сюда его. И потом по нему уже будем ориентироваться, как, чего да как. Вот так его ставим. Подгоняем. И теперь вот как его можно вытянуть. Опять же, используя маску, можно вот так вот выделить. И с помощью MOV вот так вытянуть. Потом сетку вы, конечно, поменяете ей. Вот так все это дело будет выглядеть. Снимаете маску. С помощью MOV опять же корректируете. И вот эту заднюю часть тоже можно сделать так же. Вот так вот. вытягиваете. Вытягиваете. И с помощью ротации все это дело можно подкорректировать. Все это поменять теперь. надо сетку ей. Вот этого. Вот этой модели делаем динамеш. Добавляем дивайдов. И можно сделать ZRMX. Все. Сетка поменялась. Также можно поработать в деформации. Вот опять сета Inflaten. Прибавить толщины. Сильно не прибавляйте. Где-то потом можно обрезать. Не прибавляйте. Вот. Вот такой щиток у нас получается И давайте теперь вот эти вот части Вот эти вот подкорректируем Именно вот под эту часть Словом, вот такой долгий процесс Интересный и так далее Здесь вот с майкой мы потом поработаем Как делать вот эти боковые Теперь доспехи Ставим дект Вот так вот делим На части И работаем опять же по телу Не по майке, а по нашему телу Снимаем вот это выделение Вот так вот Вот так вот И опять же делаем вторую Вот так вот потихоньку От детали к детали Можно сделать Кольчевую эту доспехи Давайте теперь включим Как это все будет выглядеть Включим все Части И вот с этой частью Теперь можно поработать В деформации Опять же Инфлат Можно включить Вот так вот И здесь уже можно использовать Квадрат И где-то Резать Опять же делаем одну полигруппу Переключаемся на другой Собтул Опять же заходим в деформацию Находим Инфлат Вот так вот И опять же Работаем с резкой Здесь уже потом Можно тоже Подкорректироваться Что да как Можно опять же Использовать уже Эти собтулы Жмем Мов Вытягиваем И вот так вот Можно ее Перетаскивать Заднюю часть Можно потом Подправить Конечно Чуть-чуть Развернуть И сайзом Немножко уменьшить Немножко уменьшить Также потом Можно Вот это все Доработать Лепкой Где-то Пройтись Стандартной Кистью Вот так вот Добавить Края Чуть-чуть Подбавить Вот так вот И получается Вот такой Пока Неказистый Вид Все это Надо дорабатывать Потом Работать Тоже с сеткой Работать С лепкой И так далее Все это Разными Кистями Ну вот Такой вот Есть принцип Здесь подтягивается Где-то больше Где-то меньше Все выравнивается Наносятся Складки И вот Такой уже В принципе Намеченный У нас Легионер Стоит Все Всем пока До свидания До свидания До свидания До свидания